Итак, за последние тысячу лет евреи толкуют Исайю, 53 главу, как относящиеся к народу Израиля. Но мы с вами говорили, что Таргум или Таргум Анкеласа относит его к царю Мессии. И Талмуд, та книга, которую мы с вами рассматривали перед началом этого занятия, делает то же самое. Иногда, правда, надо отдать должное, относя его как к Моисею, не как к Мессии. Но для наших целей гораздо важнее не доказать, что это имеет отношение к Мессии или Моисею, а то, что это имеет отношение к личности, а не к народу. Уже известный нам раввин Савадия Гаон в 9 веке относит этот отрывок к Еремии. Что это значит? Наиболее авторитетные еврейские источники относят отрывок Исайя 52.13 по 53.12 к личностям, а не к народу. С другой стороны, мы должны это признать, Ориген, мы с вами говорили о нем как об одном из отцов церкви 2-3 век нашей эры, утверждает в своих писаниях, что есть, существуют еврейские ученые, которые действительно считают, что этот отрывок относится к народу Израиля. Но сам тот факт, что наиболее важные раввины не удосужились даже вспоминать этих текстов, говорит о том, что этот вопрос никогда не был однозначно решен в среде еврейского народа. Несколько вещей. Исайя 53 глава говорит о том, что раб был праведен и поражен, презираем и отвергнут. Праведен, поражен, презираем и отвергнут. Но Тора говорит, что если бы народ был праведным, то он был бы возвышен Господом Богом. Если бы народ Израиля был праведен, то он был бы и благословен, а не проклят. Единственная возможность, что должен быть праведник, который пострадал бы за грехи народов. То есть, когда нам говорят, что он был праведен, то согласно Торе праведник должен быть возвеличен, он не может страдать. Но поскольку народ не является праведным, то с ним происходит и то, что происходит с народом Израиля. Второе. Исайя 53 глава говорит, что праведник будет не только страдать, но и будет возвышен. Это можно отнести только к Мессии, но никак нельзя отнести к народу Израиля. Цари не могут превозносить превозношение Израиля по той простой причине, поскольку такое возвышение никогда не происходило. Цари преклонят свои колена, этого не было, если говорить, что речь идет об контексте вавилонского исхода из пленения, из вавилонского пленения. Третье. Исайя говорит о полной, о полностью праведной личности. Но Израиль никогда не был такой полной праведной личностью. Какое поколение, мы можем задать вопрос, раввинам было абсолютно праведным. И любой раввин на протяжении любого поколения скажет вам, что всегда были лучше, были хуже, но никогда полностью праведным никакое поколение Израиля назвать нельзя. Также нам в контексте 52.13-53.12 Исайя говорится, что страдания раба должны были привести к исцелению народов. Я знаю, что существует разногласия в вопросе между различными динаминациями, что имеется ввиду под исцелением. От исцеления духовного до исцеления физического, до в крайних харизматических источниках о том, что кто не исцелен, тот вообще не верующий. И кто не богат, тот вообще ни во что не верит. Как бы в протестантском движении существуют различные точки зрения, от крайних до крайних. Однако мы должны признать, что если речь идет об Израиле, а не о Мессии в 53 главе, то я хочу задать резонный вопрос. Кого и когда страдания Израиля приведели к исцелениям, будь то духовным или будь то физическим, если мы говорим о страданиях народа Израиля. Ответ однозначный. Никого, нигде и никогда. Текст Исаии, 52 глава, 3 по 5 стих. «Ибо так, говорит Господь, за ничто вы были проданы и без серебра будете выкуплены. Ибо так, говорит Господь Бог, народ мой ходил прежде в Египет, чтобы там пожить, и Ассур теснил его ни за что. И теперь, что у меня здесь, говорит Господь, народ мой взят даром, и властители их не истоствуют, говорит Господь. И постоянно, всякий день, имя мое бесславится». По-русски все здорово звучит. «Батак, говорит, народ куплен, вы были проданы ни за что». «Хинам» или «Эфес». «Эфес» значит ноль. «Хинам» – это интересное слово. «Хинам» можно как бы прочитать ни за что без денег, но, как правило, оно потребляется без вины. То есть, говорит очень просто, раввин тебе. Он говорит, да ведь здесь же написано черным по белому, что на народе Израила не было вины. Было бы просто, если бы было просто. Однако, в других местах Писания слово «хинам» в том же самом Исаии употребляется не как без вины, а достаточно хорошо в русском переводе ни за что. То есть, тебя увели, ты не имеешь никакой выгоды. Не потому, что ты был безвинен, а в рабство, если вы помните, в 20 главе книги «Исход», когда полагались основания рабства, причем это интересно было. У евреев никогда не было тюрем. Да, вы обратили внимание в Торе? Никогда не было. И рабство, которое было, это было лишь рабство экономическое. Еврей не имел права брать раба другого еврея. Мог только взять за какие-то деньги, которые ему задолжал. Теперь, когда здесь говорится ни за что, не имеется в виду без вины, а имеется в виду не то рабство, которое предполагала Тора, которое было на самом деле своего рода социальной или экономической защитой. Это сегодня есть институт национального страхования, пенсия, министерство. Тогда ничего не было. Если, например, вы достигали какого-то возраста, и вам не на что жить, или у вас не было урожая, вам единственное, что оставалось, оставалось только умереть. Поэтому то, что у нас описано в 20-й главе книги «Исход рабства», это не было проклятие. Это было благословение, потому что давало тебе возможность пойти к кому-нибудь отдаться в рабство, и таким образом жить у него и служить у него. Причем тебя должны были отпустить на седьмой год. Это был своего рода институт социального страхования, который Господь Бог предусмотрел для людей, которым нечего жить, не на что жить, и приходилось бы умирать. Поэтому это тоже ни в коем случае не доводь. Еще несколько слов я хочу сказать в пользу нашей версии о праведнике Божьем, как о личности. В 8 и 9 стихе Весаи 53 главы я прочитаю вам. «От уз и суда он был взят, народ его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, преступление народа моего претерпел казнь, но ему назначили гроб со злодеями, но он погребен богатому, потому что не сделал греха, и не было лжи в его устах». Здорово, все хорошо, единственное, что речь в еврейском языке идет не о смерти, а о смертьях. «И не поражен, а поражаемый». Это поразительная вещь, потому что как бы в русском языке ничего не видно, мы как бы уже сделали, подрубили, подогнали, все как надо. На иврите они говорят, нет, дорогие мои, речь не так, все просто, потому что если бы речь шла об одном человеке, никто не говорил бы смерти, никто не говорил бы казни, никто не говорил бы поражения. Опять-таки, в русском языке этого нет. Но у нас есть и на это ответ. Речь идет о так называемом интенсивном множественном числе, которое относится к насильственной смерти. Мы говорили с вами о том, что когда мы говорим о Боге, мы говорим «эллоим», хотя это единственное число, и глагол употребляется, существительное употребляется в множественном числе. Но не только. Когда мы говорим о милости Божией, вместо «архам» или «рахман», мы говорим «рахамим» в множественном числе, о милости. Мы говорим о милостях, а не о милости. Собственно говоря, единственное, что в большом счету даже не существует. Даже в 28 главе, в 8 стихе, вы можете записать книги пророка Языкиля, написано «И ты умрешь смертями в глубине моря». Или «ты умрешь», или, например, у Языкиля, 28 глава, 10 стих, «ты умрешь смертями необрезанного и умрешь смертью». Умрешь смертями и умрешь смертью. Очень часто для того, чтобы усилить насильственную смерть впечатления или благодать Господу Богу, даже существительное употребляется в множественном числе. Поэтому довод Равинов в 53 главе о том, что, где, поскольку есть множественное число, речить им может только о народе, точно так же не состоятельно. Еще одно возражение. Я напоминаю в последний раз, что мы говорим с воображаемым евреем. Необходимости евангелизации евреев мы уже говорили много в этом цикле бесед. И я хочу, чтобы вы просто поняли, что это всего лишь инструментарий, который вам не обязательно придется использовать в своей жизни. Но, чтобы вы на самом деле знали и искали путей к сердцу потомков Иякова. Вам могут возразить, Исаия 53 не может относиться к Иисусу, поскольку написано, что никто не был привлечен к Господу Богу. Смотрите, написано, ему назначили гроб со злодеями, он погребен у богатого, но Господу было угодно поразить его, он оправдает многих, но его вид был, как по-русски говорится, невиден, он был непривлекаем, неприметен. Он ничего не вызывал в глазах у других людей. В то же время нам возразят, вы же сами говорите, что за Иисусом следовали большие толпы. На самом деле, несмотря на то, что за Иисусом шло достаточно много людей, большую часть своей жизни он провел в состоянии непризнания и неприятия другими. В конце концов, Иисус все-таки был отвергнут своим народом. Правда, тут есть некое противоречие в аргументах. С одной стороны, нам говорят, что Иисус не исполнил пророчество, а с другой стороны, нам говорят, что за ним следовали большие толпы. Я всегда говорю в таких случаях, ну, как бы одно или с двух. Если вы говорите, что он не исполнил пророчество, то какие же за ним могли следовать толпы? А если за ним следовали толпы, то вы должны признать, что он исследовал пророчество. Мы должны помнить, что когда с нами работают анти-миссионеры, они используют любые средства, и они надеются на нашу с вами собственную невежественность. Причем это касается не обязательно евангелизации среди евреев. Это касается евангелизации где угодно и когда угодно. Когда мы что-то делаем, мы должны это делать хорошо. Мы должны быть готовы к тому, что мы делаем. А не знаете, как это было во времена начала современного пятидесятнического движения, когда пастору запрещалось готовиться к проповеди. До сих пор, кстати, во многих церквях Ассамблеи Божьих в Америке пастору запрещается иметь богословское образование. Потому что считается, что в таком случае он подавляет деяния Святого Духа в своей жизни. То есть, ты пришел, ты должен быть как чистый лист бумаги, и все же тебе Святой Дух говорит, так оно и должно быть. Вот я против вот такого невежественного отношения, мы должны быть готовы, а вот что Святой Дух с этим сделает, это уже другой вопрос. Поэтому или Иисус исполнил пророчество, и тогда за ним ходили толпы, или не исполнил, тогда не надо говорить, что за ним ходили толпы. Надо еще сказать буквально несколько слов, а на протяжении всего Писания Нового Завета никакие толпы за Иисусом не следовали. Сын ли это Мирием? Что доброго может быть из Назарета? Не сын ли он плотника? Кто его вообще знает? Что он там делает? Исайя говорит, что он не был некрасив, невеличествен, в нем не было вида, ничего, что привлекало нас. И действительно, в нем мало было от того, что напоминало нам, скажем бы, Самсона или Саула, о которых Писание распространяется, что они были красивы. Ничего этого Иисуса и не было. Исайя говорит, что Иисус был так же презираем, что точно подтверждается его служением. В Луке, 4 глава, 16 по 30 стих, говорится, что вообще люди считали, что его надо как бы убить. Другие говорили, что он одержим вильзевулом. То есть, к его учению большинство людей относилось более или менее поверхностно. И еще надо помнить, если честно сказать, что большинство случаев толпы следовали за ним не потому, что они соглашались с его учением, а потому, что они искали чудес, как сегодня очень часто бывает со знаменитыми проповедниками и чудотворцами, когда за ними бегут люди, вовсе не потому, что они хотят слышать от них какие-то слова, которые зачастую тоже ничего не имеют общего с Писанием, а просто потому, что они хотят потреблять от них какие-то чудеса. Кстати, обратите внимание, например, Иоанн, 6 глава, 2 стих, за ним идут толпы, потому что он творит чудеса. Но когда под конец этой главы, длинная глава, в 6 главе, 66 стихе, он стал говорить народу жесткие слова, все от него просто сразу отвернулись. То есть толпы за ним ходили, мы не должны делать себе иллюзии. Большинство людей услышали, что делают чудеса. Услышали, что он кормит людей, услышали, что он дает хлеб, исцеляет прокаженного, женщину с кровотечением, расслабленного, что он кормит, поет, люди идут за ним. И как только Иисус начинает говорить вещи, касающиеся их нравственности и их жизни, они немедленно отворачивают свои спины, поэтому еще раз и еще раз, не так уж и за Иисусом шли люди. Исайя, 52 глава, 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека, лик его и вид его паче сынов человеческих». То есть паче других людей, как мы вам сказали. Но действительно, если мы посмотрим Писание, то мы увидим в Евангелиях, что на самом деле лик его был чудовищно обезображен. Еще один довод, несерьезный, но все-таки часто бывает, нам говорят, мы никогда не думали о том, что Исайя, 53 не утверждает, что Иисус вообще умер, что даже если это Мессия, что он умер. И мы действительно как бы судорожно начинаем вести текст, но нигде не сказано, что он на самом деле как бы умер. Хотя, если мы начинаем смотреть, что он погребен у богатого, но самое интересное, что говорит о смерти в могиле, 53 глава, 9 стих, 53 глава, 8 стих, что он будет отсечен от живых, 53 глава, 10 стих, написано, что он будет жертва за наши грехи. И как продолжение этого довода мы уже заканчиваем. Конечно, можно много говорить по этому поводу. Я знаю, что когда вы потом будете смотреть на кассетах, вы на самом деле посмотрите гораздо более внимательно или на дисках. Еще один довод, который нам приводит уже самый последний, говорят, да, но предположим, он даже умер, но нигде не говорится, Висайя, 53, что он воскреснет. На самом деле тут вроде как не написано его воскресенье напрямую. В свое время на кафедре Нового Завета был такой очень известный ученый, доктор Давид Флуссер. Если вам когда-нибудь попадется его книга «Иисус из Назарета», это классика, я просто рекомендую, она переведена даже на русский язык. Так вот, я процитирую Давида Флуссера, и он говорил следующее. «Хотя до нас не дошли еврейские толкования, объясняющие, что раб будет пророком или мессией, который будет убит, такие толкования могли существовать. Или, говорит он, если Исаия, 53, говорит о том, что он был пронзен и распят, и в то же время узрит потомство долговечное, то единственным возможным вариантом увидеть потомство долговечное после того, как тебя пронзили или распяли, является воскресение из мертвых». Это очень важно, потому что это свидетельство профессора кафедры Нового Завета Еврейского Института в Иерусалиме, который на самом деле в своей истории, но это другая совсем тема, очень здорово относился к личности Иисуса Христа. Я надеюсь, что когда вы посмотрите, по крайней мере, эти отрывки, а опять-таки мы говорим о них в контексте того, как мы должны свидетельствовать еврейскому народу на основании еврейских писаний, у вас самих появится еще большая потребность в том, чтобы больше знать, больше изучать, больше понимать. И даже в вашей ежедневной жизни, вхождении в Господе в рамках нееврейских церквей, у вас появится желание больше и лучше понять о том, кто такой еврейский мессия, и что значит те или другие его высказывания, слова, поступки, намерения и цели. Я уверен, что это откроет огромный фонтан благодати для всех вас. Целью наших бесед было же, конечно, не объять, не объятное. И, конечно же, никто из нас после этих бесед не станет экспертом в сфере еврейской евангелизации. В конце концов, самым большим экспертом был Иисус, Иешуа. Сказать, что он был благоуспешен при своей жизни, наверное, покривить душой. Потому что все-таки ключевым фактором является не то, что мы говорим, а готова ли душа человеческая воспринимать то, что мы говорим. С другой стороны, мы не должны искать убежище в фатализме и говорить, что поскольку Господь его все равно не предопределил, то мне все равно ничего не надо делать. Поскольку так или иначе, он все равно бы не принял Господа Бога. Грех другого человека не должен служить оправданием нашей лени. Я очень надеюсь, что после того, как вы услышали то, что услышали, вы начнете больше и лучше, качественнее молиться о народе Израиля, о его спасении. Может быть, для некоторых из вас в жизни это станет приоритетом. Не только молитва, а понимание того, что для окончательного и полного благословения церкви или неевреев должно быть благословение евреев и приход евреев к познанию Сына Божия Иисуса Христа. Поэтому, если мы хотим на самом деле этого добиться, мы должны помнить, что Павел с иудеями пытался быть как иудей. И он не пытался их обратить в языческую традицию. Он пытался им рассказать о еврейском Иисусе, еврейским языком, при помощи еврейских традиций, еврейской истории и культуры. Насколько он преуспел, трудно судить. Ясно одно, что на сегодняшний момент мы переживаем возрождение в еврейской среде и десятки, а может быть и сотни тысяч евреев по всему миру начинают веровать в еврейского мессия. А того, какую позицию займете вы в этом возрождении или в этом пробуждении евангелизации, зависит очень многое. Хотя вам кажется, что может быть и нет. Зависит ваша личная жизнь, зависит ваша, как ни странно, супружеская жизнь, жизнь ваших детей, близких, церкви, города, страны. Потому что обетование, которое Господь Бог даровал Аврааму, отличается от всех от других, что они безусловны и вечны. Благословляющих тебя благословлю, сказал Господь Бог. Износловящих тебя прокляну. Не очень бы не хотелось бы, что когда-нибудь, стоя перед Иисусом Христом, мы начали мямлять, что это вроде того, Господь Бог, я как бы был занят своими делами, и у меня не было возможности благословлять еврейский народ. Что Господь Бог возразит нам и сказать, я тебе сказал совершенно ясно. Не очень бы хотелось бы, чтобы когда-нибудь мы будем стоять перед Господом, и Он сказал бы, так, сын мой, хорошо, сын мой, или хороша дочь моя, хорошо, дочь моя. Что Он скажет? Как это ни странно, зависит от нас с вами сегодня. Откроем сердца Господу Богу, начнем служить Ему так, как Он хочет, согласно не традициям, а Его словам, и Он откроет свое сердце. Отвернемся и пожмем плечами. Ну что ж, хотя у Него нет плечей, Он найдет возможность пожать ими и скажет, это твой путь. Пусть Господь обильно благословит вас, пусть Он дам возможность, даст вам познать Сыну, познать волю свою в Сыне Его, и пусть Господь подарует вам возможность увидеть еще очень много евреев, пришедших к познанию Иисуса. Я бы хотел по окончании нашего курса бесед, я очень люблю слово беседы, и я очень сожалею, что у нас не было возможности беседовать гораздо больше, потому что в конечном итоге, после всех доктрин, номеров, стихов, остается некое послевкусие или благодатный осадок на сердце, который по сути и один, и больше ничего имеет значение в нашей жизни. Вот это вот послевкусие добра, заботы, любви, которые мы уносим, а не пища только для нашего ума. Я хотел бы напоследок сказать вам огромное спасибо, что вы имели терпение слушать меня и помолиться, помолиться той самой молитвой, которую мы все с вами знаем, и которая зафиксирована в книге чисел, это шестая глава, это молитва благословения Аарона. В еврейской традиции молитвы не читаются, они поются. Я певец так себе никакой, но Господь Бог и не требует от меня этого. Давайте мы встанем, потому что благословение Аарона, как правило, делается именно в такой позиции стоя, шестая глава. Давайте мы встанем. Да, я с удовольствием скажу. 22 глава по 27 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, так пусть призывают имя Моисею на сынов Израилевых и я благословлю их». «Воедедבר, Идонай, Моисея Ливур, «Ках, титриху от бни Исраил «Воедомор леем, «הибархетха, «Эдонай, «Вои шемер-е-е-е-ха, «яяр, «Эдонай, «Панав-е-ле-ха, «Вои-ху-не-ха, «еса, «Эдонай, «Панав-е-ле-ха, «вои-есим-ле-ха-шелом». «Бешем Ишуа Машех, «шеш-моуе меборах «ле-олам ва-ед». Амен. Пусть Господь благословит вас и до новой встречи, как у нас говорят, на следующем году в Иерусалиме. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok